Всем привет. Я сегодня хочу поговорить и рассказать про такой подход, паттерн даже можно сказать, в фронт-энд разработать как микро-фронт-эндс. И сегодня мы поговорим про... Ну, во-первых, я опишу саму проблему, то есть до чего, собственно, нужно микро-фронт-энд, какую проблему он решает, потом, собственно, само решение. И расскажу о подходах, которые позволяют реализовать микрофронт-эндный подход. И покажу пример такой тестовый, как оно примерно может выглядеть в реальной жизни в коде. Так вот, с эволюцией веба, с течением времени, количество технологий, фреймворков, браузеров, оно росло. И, как мы можем видеть на этом графике, что в последнее время это как будто какой-то масс выглядит. На самом деле, конечно, это не МЭС, это многие тулзы полезные, используемые в разных проектах, и они во многом перекликаются друг с другом, скажем, в фреймворке, решают в большинстве своем одну задачу. Ну, по-разному, но одну. И в чем, собственно, проблема возникает в нынешнее время по сравнению с тем, что было там 10 лет назад или 20 лет назад, это в том, что сложность проектов возросла. То есть на тупком примере можно видеть, что раньше были какие-то определенные там перечень тулзов доступные, там HTML, CSS, JavaScript, там еще парочку. Сейчас мы имеем переплетение технологий, фреймворков, и как результат сложность проектов увеличивается. К тому же увеличивается, ну, со временем увеличился средний размер бандла, который используется на, ну, в приложениях подгружается. И как результат всего этого мы также имеем увеличивающееся время разработки, из-за того, что сложность, ну, кодбейса растет, увеличивается время тестирования, также увеличивается время на деплоймент. И команда, когда она разрастается горизонтально, то есть увеличивая количество людей, мы не всегда можем добиться улучшения перформанса в целом команды. Ну, и самый, наверное, такой главный минус для бизнеса – это то, что растет стоимость реализации проекта. Какие существуют решения этих проблем? То есть здесь, на данной картинке, мы видим, что монолитная есть архитектура, которую я описывал выше, когда все реализуется вместе целиком, и противовес ей есть микросервисная архитектура. По сути, это подход, скажем так, набор независимо разворачиваемых сервисов, и каждый из них хранится в своем процессе. Общаются друг с другом через API, деплоиваются все эти микросервисы автоматически, могут быть написаны на разных языках и с использованием разных баз данных. В качестве плюсов такого подхода есть сильные границы между модулями, особенно это важно для больших команд, что модули логически и технически разделены четко. Независимый деплоймент этих микросервисов, они… То есть сервисы все автономны, и если какой-нибудь из них по какой-то причине упадет, зафейлится, то это не повлияет на работу приложения в целом. Также плюс — это диверсификация технологий. Для каждого микросервиса могут использоваться свойствы технологий. Это может быть важно, например, с такой точки зрения, как возможность найти быстро людей, которые на разных технологиях могут писать. Либо есть возможность выбора у каждой команды в зависимости от своих задач, такую технологию использовать. Но в качестве… Да, вот еще, кстати, горизонтальное расширение команды реально может приводить к улучшению перфоманса. Нужно, правда, понимать очень хорошо, скажем так, продукт, в котором ты работаешь. Нужно иметь хорошую команду девопсов, опытную, которая могла бы настроить правильно автоматический деплоймент. Ну и в качестве минусов стоит сказать то, что согласованность работы команд не всегда на высоком уровне. То есть могут быть отличия где-то в бизнес-логике, где-то могут быть отличия в UI, что там какие-то элементы выглядят по-разному. Ну и все-таки, поскольку модули между собой по API общаются, то скорость этого общения ниже, чем когда оно все находится в одном месте. В общем, теперь это в целом подход микросервисной архитектуры, который существует как бы не без привязки конкретно к фронтенду, а вот про фронтенд можно разделить так же самое. То есть, когда мы говорим про микрофронтенд, это по сути микросервисная архитектура, но только в разрезе самого фронтенда. Это паттерн фронтенд-разработки, который в себе связывает какие-то фичи от независимых команд и при этом позволяет решить описанные выше проблемы монолитных приложений. Вот так примерно может выглядеть приложение без микрофронтенда. То есть, это либо какие-то модули, реализованные на одной технологии, либо это даже без модулей, просто одна страница, ну или там single-page application, реализованный, все еще на одной технологии. Вот так вот может выглядеть микрофронтенд, ну то есть с микрофронтендным подходом, когда на одной странице могут уживаться и взаимодействовать друг с другом модули, написанные на разных технологиях. Такой подход уже используется многими крупными игроками онлайн-бизнеса. Это неполный список тех, кто уже это использует. И, собственно, как можно имплементировать такой подход? Я здесь хочу остановиться на пяти подходах, на пяти способах, и каждый из них расскажу более детально. Первый — это iFrames, ну это такой старый добрый подход, который, к сожалению, уже немного неактуален и считается более таким, больше как хаком, костыльным таким способом реализации этого, поскольку он несет в себе определенные ограничения браузера и также повышенную сложность в комбинировании частей приложения. Библиотека H-Include, она как бы существует, я находил про нее информацию, но, к сожалению, в ней практически нет никакого комьюнити, нет документации и примеров, поэтому вряд ли ее можно использовать на каких-то реальных живых проектах. Taylor.js активно используется крупным магазином Zalando. К сожалению, он больше ориентирован на бэкэнд, имеет маленькое комьюнити и есть большие гэпы в документации и примерах. Еще один довольно популярный, ну, можно сказать, один из самых популярных подходов для реализации микрофунктенции — это веб-компоненты. Для реализации этого используются кастомные элементы. В принципе, про веб-компоненты я не буду рассказывать много, поскольку уже много информации про них было сказано ранее, это реально популярная вещь сейчас. Я больше хочу остановиться конкретно на последнем подходе — это Single SPA. Single SPA — это своего рода фреймворк для фреймворков. Он имеет хорошую документацию и рабочие примеры на их сайте. Также уже есть какая-то существующая инфраструктура, примеры реальных продакшн-сайтов, которые используют этот фреймворк. Есть доступные зависимости, то есть это когда есть на вашем проекте какой-то уже готовый фреймворк, точнее, не то, что готовый, просто вы используете какой-то фреймворк и хотите там прикрутить функционал, написанный на другом фреймворке. Так вот эти вот зависимости, они уже реализованы для большинства самых популярных фреймворков. Там, по-моему, больше 10 наиболее популярных фреймворков, которые вы можете использовать. И плюс в том еще, что есть параллельное деплоимент. Сам Single SPA, он выглядит из таких вот блоков. Это, собственно, файл фреймворка System.js. Это в раппер, это то, с чего все начинается, грубо говоря, индекс HTML, начальная страница. И внутри есть уже internal API, то, благодаря чему взаимодействуют части в приложении. Схематически это может выглядеть примерно так. Мы имеем корневое приложение. Внутри него вставлен фреймворк Single SPA. И он, в свою очередь, уже подключает модули, дополнительные приложения, написанные на других. То есть, в данном случае это Single SPA React или Angular. Внутри он работает таким образом, что есть корневое приложение, в котором используют Single SPA. Single SPA, в свою очередь, проводит всю работу, связанную с дочерними приложениями. То есть, запускает их, mounted, mounted. И также говорит, общаясь с root application, какое приложение должно быть в данный момент активно и какие нужно подгружать в данный момент дочерние приложения. В качестве примера я хотел бы показать пример, который есть на сайте Single SPA, в качестве туториала приведенный. Сейчас я расшарю экран заново. То есть, как оно выглядит, во-первых, визуально. Хочу показать, как оно выглядит. Визуально оно выглядит вот таким образом, что у нас есть навигация. Эта навигация написана на React. Дальше, нижняя часть, там, где мы можем менять цвета, это тоже React-приложение. Здесь на табе есть Angular-приложение. Вот такие котики. И мы можем переходить снова назад на часть с React-приложением. Самый главный файл здесь – это Single SPA-конфиг, в котором с помощью функции Register Application Action мы можем регистрировать наше приложение. Это имя, функция, которая загружается, и потом функция, которая выполняется при активизации этого приложения. И, собственно, здесь есть папки с Angular-приложением. Это все то, что мы видим, когда открываем вот эту часть. Потом есть приложение, написанное на React. Это то, что мы видим, когда открываем вот эту часть. Ну и, собственно, сама навигация – это шапка приложения. Все, вся эта документация… Сейчас я хочу показать, что на сайте есть next-in-tutorial, который позволяет вот с нуля в качестве примера это все реализовать. Я этот пример уже реализовал, он доступен у меня. Я скину репозиторий, потому что его можно будет подкачать, чтобы все это вручную не создавать и поиграться с этим. И также есть, то есть, как вы видите, здесь есть экосистема, описаны различные фреймворки, которые вы можете подключать. И как это делается, детально описано. То есть, есть большинство популярных фреймворков – React, Vue, JS, Angular и так далее. Backbone, Ember. Есть возможность… То есть, если есть какое-то приложение, которое написано, допустим, на React, и вы хотите уже начать использовать преимущество вот этого микро-фронт-энд-подхода, то здесь также описано, как можно мигрировать. Вот, например, React, Migrating to Single Spa. Описаны степы, которые нужно сделать для того, чтобы подключить Single Spa. И даже в том случае, если вы дальше будете продолжать использовать только React и больше ничего, подключив этот Single Spa фреймворк, есть возможность в будущем подключать какие-либо другие модули, написанные на других технологиях. Стоит еще упомянуть то, что, ну, в каких случаях стоит использовать вообще микро-сервисы и такой микро-фронт-энд-ный подход. Когда нужно линейное масштабирование приложения, когда есть какая-то уверенность в том, что работа с заказчиком, с клиентом будет долгосрочная и не готова инвестировать в инфраструктуру для дальнейшего расширения функционала. При этом мы должны иметь определенную квалификацию в команде, возможно, провести какие-то тренинги для того, чтобы команда могла понимать, что это такое, как это вообще работает, как это имплементировать. Ну и важно вообще понятие самого бизнес-домена, в котором вы работаете для того, чтобы можно было выделять какой-то контекст для этих отдельных частей, этих микро-фронт-энд-ных частей и реализовывать их уже по отдельности и понимать, как они должны согласованно работать друг с другом. Собственно, на этом, я думаю, все, что я хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы у вас, пожалуйста, задавайте. По поводу сингл-эспа этого последнего примера, у меня такой вопрос. Все эти фреймверки, они должны быть все равно в монорепе, правильно? Чтобы правильно билдиться, все. То есть, если мы не можем разделять на несколько репозиториев, например, один на React, написан другой на Angular, и все ограничивается в разных репах, или это невозможно с этим сингл-эспа? В принципе, ну, то есть, это тут уже как реализовать вот это приложение само по себе. Если это модуль, который мы подключаем извне, ну, допустим, в данном примере это что-то, что хранится у нас здесь в Сарсах, но мы можем с тем же успехом подключить его как внешний модуль, и, ну, то есть, если тут сингл-спа-конфиг, вот мы импортим файл просто локальный, а если мы будем импортить его, скажем так, не локально, а подгружать его, я не знаю, с помощью там, как пакет, например, то будет возможность тогда, ну, я думаю, что это логично для того, чтобы команды могли работать распределенно и не зависеть от одного репозитория, чтобы была возможность именно подгружать их, удаленные эти модули. Спасибо. Может быть, еще какие-то вопросы возникли у кого-то? Если честно, я, ну, как бы, я когда узнал про этот фреймворк, он для меня был, ну, новым, то есть я, мы пытались решать одну задачу, у нас была задача, связанная с тем, чтобы есть большой старый функционал, большое старое приложение, написанное на нокауте, и нам нужно было, как бы, короче, клиент не хотел переписывать его с нуля, и нам нужно было, как будто бы, вот, внедрять в середину модуль за модулем, кусок за куском заменять на новый функционал, написанное уже на Ember фреймворке. И в тот момент, когда мы думали над этой задачей, кроме как iFrame, больше ничего в голову не приходило, и нам это казалось просто, что это будет месс какой-то, это очень тяжело синхронизировать работу этих iFrame, передавать между ними информацию. В итоге мы на тот момент отказались, ну, как, не то, что отказались, а решили все-таки убедить клиента в том, чтобы стоит переписать с нуля без внедрения этого. Но, когда я узнал про этот сингл SPA, я подумал, что это тоже, как бы, имеет право на жизнь такой подход, и вполне он выглядит работоспособным. Единственное, почему конкретно в нашем случае он не подошел, поскольку у нас здесь нет поддержки нокаута, и тут пришлось бы сложно тогда с этим. А еще такой попросик. Общение между фреймворками, можно примерчик показать? Как происходит общение между фреймворками? Сейчас, секунду. То есть тут у нас есть навигация. Ну, в данном примере, который у них переведен в качестве стартового, тут нет общения, то есть данные не передаются между частями приложения здесь. То есть мы можем, здесь идея просто в том, чтобы переходить и интегрировать в одном аппликейшене два модуля. Но когда, ну, то есть по поводу роутинга, я знаю, что здесь в этом подходе есть, ну, тут нужно внимательно устраивать сам роутинг и процесс передачи данных между ними. То есть конкретно сейчас я показать, к сожалению, не смогу, поскольку он здесь не реализован, процесс общения между двумя модулями. Здесь просто есть ссылки с одного на другой. Ну, то есть, например, здесь вот ссылка есть на React.js приложение. Ну да, просто было интересно, например, вопрос авторизации, как он будет решать, что можно вообще переходить по этому руту или нет, который в Орле я вбиваю, да, на приложение с AngularJS. Откуда он знает, что Angular пустит вообще его туда? Может, ему надо зарегистрироваться, но в таком плане. То есть каждый фреймворк же по-своему решает проблему. Да, да, я согласен с этим. Что касается самого Singles PA, тут надо построить документацию, есть ли возможность, ну, то есть как бы быть каким-то хабом для данных, которые потом используются для всех приложений, модулей, точнее, в этом приложении. Думаю, нужно будет более детально в документации об этом посмотреть, и тогда я смогу ответить на этот вопрос. Спасибо. Может, у кого-то есть еще вопросы? Ну, хорошо, в таком случае, если нет вопросов, то спасибо вам за внимание. Я тогда буду...